Российский автопром на минувшей неделе оживился. АвтоВАЗ расширяет линейку антисанкционных «Грант» и запустил вторую линию конвейеров Тольятти, чтобы дать рынку обе «Нивы». Завод «Москвич» готовится возобновить производство машин. С подачи КАМАЗа машинокомплекты оперативно подбросит китайская компания «Джак». «Аурус» витает в высоких технологиях. Представлен электрический мотоцикл «Мерлон» и рассекречены характеристики водородного «Сената». Тем временем грузовой мир обсуждал перспективы калужского завода «Вольво» и импортозаместительные идеи «Белаза». «Драйв без динамики» — так можно описать возвращение седана «Лада Гранта» «Драйв Актив», который начали отгружать дилерам почти сразу после начала поставок антисанкционной «Гранты Классик». Напомним, что изначально версия «Драйв Актив», разработанная подразделением «Лада Спорт», получила 28 оригинальных деталей, в том числе перенастроенную подвеску. Оригинальный обвес включает бамперы, пороги и задний спойлер. В салоне, украшенном красными вставками, установлены другие передние кресла, а панель приборов имеет другую подсветку. В прошлой жизни седан оснащался 106-сильным 16-клапанником. Однако сейчас «Драйв Актив» примерил простенький 8-клапанник отдачи 90 сил. Зато продавать дефорсированные автомобили планируют по 800 тысяч рублей. В оснащение входят электроусилитель руля, передние электростеклоподъёмники, обогреваемые зеркала, аудиоподготовка, бортовой компьютер и центральный замок. Любопытно, что оспортивленной версии доступен кондиционер. Как говорят заводчане, это остатки старых запасов. Для обычной «Гранты» заказать кондишен нельзя — эта опция появится не раньше августа. Как отмечает «АвтоВАЗ», новинка оказалась сразу на 118 тысяч дешевле, чем стоила 16-клапанная версия предыдущего модельного года. Между тем, в Тольятти удалось запустить ещё один конвейер — так называемую третью нитку, с которой должны сходить «Нивы». Первое время завод сможет выпускать только машины поколения «Ледженд», а с августа пойдут и «Нивы» «Тревел». Оба автомобиля поддержат импортозамещение, то есть обойдутся без антиблокировочной системы и подушек безопасности, а их моторы получат максимально простые блоки управления, с которыми машины смогут отвечать только эко-нормам Евро-2. Планы по выпуску грандиозны — только трёх дверок планируется выпускать минимум по 200 штук в день, а в августе с приходом «Тревела» объём наверняка удастся удвоить. Кроме того, в последний месяц лета «АвтоВАЗ» готовится возобновить производство «Ларгуса». С ним проблем сейчас больше всего, так как фургоны и универсалы построены на Логановской платформе. Бросая московский завод, где выпускали «Дастеры», «Арканы» и «Каптюры», компания «Рено» ожидаемо не сохранила ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих. Об этом сообщает столичная мэрия, вдобавок уточняя. Зато остались долги по зарплате — 691 миллиона рублей. Их правительство Москвы выплатило сразу, как только стало собственником завода, который теперь именуется «Москвич». В итоге, чтобы восстановить производство, властям пришлось найти партнёра. Им выступит «КамАЗ», о чём гендиректор автогиганта Сергей Кагогин и московский мэр Сергей Собянин подписали соответствующее соглашение. По плану «КамАЗ» поможет москвичу разработать собственную уникальную платформу и организовать производство ключевых компонентов, а до тех пор наладить поставки машинокомплектов для крупноузловой сборки из дружественных стран. На презентации показали изображение четырёх кроссоверов и одного седана. В них легко узнаются автомобили «Джак», бензиновые и электрические паркетники «С4», более крупные «С7» и «Сехол Х6», а также седан «Сехол А5». Однако пресс-служба «КамАЗа» уже постфактум прислала опровержение — представленные на церемонии визуализированные образы автомобилей не имеют ничего общего с реальными моделями, которые будут выпускаться на «Москвиче». Как бы то ни было, до конца года завод собирается произвести около 600 «Москвичей», из которых треть — это электромобили. В 2023 году объём выпуска должен достичь 50 тысяч машин, а ещё через год — целых 100 тысяч. В 2025 году планируется перейти от сборки машинокомплектов к сварке и окраске кузовов. «С сегодняшнего дня начинаем работать над созданием собственной платформы электромобиля под названием «Москвичь». Работа непростая, сложная, огромное количество вызовов логистических, технологических, финансовых и так далее. Но я вам обещаю, что мы сделаем всё, чтобы завод работал, коллектив был сохранён, а граждане получили современный качественный автомобиль». Платформа электромобиля — это намёк на КАМУ, которую КАМАЗ разрабатывает с опорой на китайские компоненты. Похоже, что проект электрической легковушки теперь попросту объединят с проектом возрождения московского завода. Интересно, что от автомобильной прессы на церемонию не позвали, кажется, никого. Поэтому мы можем только гадать, будут ли москвичи перелицованными джаками, почему на церемонии показали именно такие изображения и примет ли рынок сразу десятки тысяч незнакомых моделей. Пресс-служба мэрии надеется, что со сбытом помогут службы такси и каршеринга, которые ежегодно закупают от 40 до 60 тысяч новых машин. Заметим, что соглашение между Москвой и КАМАЗом подписывали без компании Джак. И пресс-офис китайской марки не смог прокомментировать происходящее телеканалу «Автоплюс». По логике событий, если москвичами всё-таки станут автомобили Джак, то продавать их параллельно под оригинальным брендом просто незачем. Международная промышленная выставка «Иннопром», куда любят выбираться чиновники с самого высокого ранга, порадовала экспозиции Федерального института НАМИ, который показал в Екатеринбурге несколько новинок под маркой «Аурус». Ведь именно НАМИ является разработчиком техники для первой российской люксовой марки. Итак, премьера номер один — мотоцикл «Мерлон». Слово «Мерлон» означает «зубец стены», например, «кремлёвской». И это название выглядит вполне изящным, поскольку легковушки марки «Аурус» названы в честь башен московского Кремля. Тяжёлый электрический мотоцикл оснащён 200-сильным мотором. При разгоне до сотни новинка уверенно выезжает из 4-х секунд, а её максимальная скорость составляет 200 км в час. Запаса электричества должно хватать на 200 км пути. Производство «Мерлонов» должно начаться до конца этого года, но первыми получателями будут не частные заказчики, а гаражи «ФСО» и «МВД». Другая новинка внешне не отличается от серийного седана «Сенат». Но по факту перед нами совершенно другая машина. Ведь вместо двигателя внутреннего сгорания белый выставочный «Аурус» оборудован топливными элементами. В прошлом году аналогичный экземпляр демонстрировали на открытии завода «Ауруса» в Елабуге. Но тогда автомобиль просто приехал и уехал, а сейчас готовы несколько опытных образцов и объявлены подробные характеристики. Итак, топливные элементы, потребляя водород, вырабатывают электроэнергию, которая, в свою очередь, питает электромоторы и аккумулятор. Восьми килограммов водорода хватает, чтобы преодолеть до 600 километров. Правда, ёмкости для хранения топлива пришлось рассовать по всему кузову. При этом в разгоне до сотни водородный седан оказался на две секунды шустрее бензинового собрата. Разработчики проекта не скрывают, что рыночные перспективы водородного «Ауруса» по-прежнему туманны. Сейчас производятся только демонстрационные образцы для изучения самой технологии. А о серийном выпуске речи не идёт вообще. На самом деле от NAMI сейчас больше ждут не электромотоциклов и водородомобилей, а более массовых моделей — седанов или кроссоверов, которые могли бы освоить российские автозаводы, брошенные западными партнёрами. Но, видимо, пока что показать нечего. Тем временем производители иномарок, за исключением тульского завода Хавейл, продолжают простаивать. Особенно сильно кризис ударил по автомобильному кластеру Калужской области. По данным губернатора региона, в простое сейчас находится около 8000 человек. Впрочем, «простой» — это приемлемый расклад. Ведь рабочие заводов Volkswagen, Volvo и PSMRUS получают две трети от среднемесячной заработной платы. Куда страшнее, если все эти люди разом окажутся вообще без работы. Скажем, Volvo Trucks, как сообщает коммерсант, уже планирует сокращение. Сейчас шведский производитель грузовиков, в российских подразделениях которого работают более тысячи человек, оценивает масштабы грядущих увольнений. В 2015 году компания уже проводила сокращение. Тогда работы лишились 30% персонала или 280 работников. Но вскоре их приняли обратно. Сейчас ситуация после введения мощных антироссийских санкций совершенно другая. В информационном вакууме плодятся слухи, будто 600 человек будут уволены осенью, взамен получив до 10 окладов. Московский офис компании категорически опроверг массовые сокращения. Как передаёт РИА Новости, полностью марка из России не уходит. Но из-за европейских санкций сейчас нет возможности ни ввозить, ни собирать грузовики. И часть персонала в российских подразделениях — в порядке адаптации деятельности всё-таки сократят уже в этом году. Между тем, в Калуге фирма Volvo Trucks обосновалась давно. В 2009 году открылось производство, собиравшее автомобили по крупноузловому принципу, а в 2014-м шведы организовали сварку и окраску кабин. В прошлом году российские продажи Volvo подскочили сразу на треть — до 6000 штук. А в феврале этого года шведский бренд умудрился занять второе место, пропустив вперёд только КАМАЗ. В нынешней ситуации и будущее российского бизнеса иностранных автоконцернов полностью зависит не от них самих, а от политических решений европейских властей, в том числе по импорту комплектующих и техники. В итоге простаивающие заводы генерируют убытки. Но бросить их нельзя, ведь столь резкий разрыв отношений чревят полной потери активов. И вернуться обратно, когда санкционная удавка ослабнет, будет трудно. А пока нишу того же Volvo пытаются закрыть китайские и белорусские производители. В последнее время благополучие марки БелАЗ зиждилось на двух китах, имя которым МТУ и Каминс. Этими 12- и 16-цилиндровыми дизелями оснащались почти все тяжёлые модели. В том числе и самые востребованные — самосвалы серии 7513 грузоподъёмностью 130 тонн. Но прошлым летом ситуация изменилась. Из-за санкций белорусский производитель сверхтяжёлого Комтранса не может закупать иностранные двигатели. И к Жодино начали спешно искать замену импортным агрегатам мощностью более полутора тысяч лошадиных сил. И нашли! В качестве альтернативы белорусам подвернулся 12-цилиндровый российский ЯМЗ объёмом 26 литров и отдачей 730 сил. Обычно он применяется на вдвое меньших самосвалах — грузоподъёмностью 55 тонн. Скажете, неравноценная замена? Всё так. Однако инженеры нашли элегантный способ компенсировать двукратную нехватку мощности. Как известно, все большие карьерники грузоподъёмностью от 100 тонн имеют электромеханическую трансмиссию, где дизель лишь вращает генератор, который питает колёса со встроенными электромоторами. Соответственно, можно оставить мотор-колёса прежними, но запитать их сразу от двух источников энергии — генератора и аккумулятора. Что, собственно, БелАЗ и реализовал, внедрив батарею ёмкостью 730 кВт-часов. Получается интересный конструктив. Поднимаясь из карьера, самосвал тратит накопленную аккумулятором электроэнергию, а при спуске включается рекуперация кинетической энергии, когда мотор-колёса работают генераторами, заряжая батарею. Очевидно, что возросшая масса грузовика не сильно волнует эксплуатантов, а немалую стоимость аккумуляторного блока наверняка компенсировала цена ярославского мотора. Он стоит много дешевле мощных импортных дизелей. Первый 130-тонник готов пройти испытания на разрезах Кузбасса. Гибрид обещает экономить топливо и траты на техобслуживание. Ведь при спуске водителю вообще не нужно использовать штатные тормоза, что позволяет сберечь детали тормозной и гидравлической систем. Поэтому сейчас БелАЗ работает над аналогичными машинами других классов — грузоподъёмностью 90 и 220 тонн. Все они получат электрическую начинку, собранную из российских и белорусских компонентов. Отметим, что из-за санкций БелАЗ рассматривает все возможные варианты, а не только гибридные. Например, гиганты грузоподъёмностью 240 тонн примерили перспективный тяжёлый дизель Уральского дизельмоторного завода. Этот агрегат помогла создать немецкая инжиниринговая фирма FEV. На выходе получился 70-литровый V12 отдачей около 2500 сил, которые, помимо прочего, также начали ставить на подводные лодки. Вообще, с 80-х годов и вплоть до 2007-го БелАЗ уже применял двигатели UDMZ. Правда, то были куда более архаичные конструкции. Поэтому для моделей среднего класса решили попробовать китайский VH-i. Это 40-литровый тысячесильный мотор, который неплохо подошёл 90-тонным БелАЗом семейства 7558. А вообще, карьерная техника с китайскими агрегатами в гамме белорусской марки числится вот уже два года. У БелАЗа есть и 130-тонная модель 7513D с 50-литровым 16-цилиндровым дизелем и ещё более крупный 220-тонный самосвал 7530G с огромным 12-цилиндровым двигателем объёмом 66 литров и мощностью 2335 л.с. В свою очередь, компания «Калужский двигатель» предлагала белорусам применять не поршневой, а газотурбинный мотор. Ведь полагалось, что 800-киловаттная установка сделает БелАЗы проще, эффективнее и экологичнее. С прошлой осени об этом проекте не было слышно ничего. Однако 30 июня «Калужский двигатель» сообщил, что самосвал впервые выкатили на заводе в Жодино. В общем, МТУ и Каминс моторы однозначно хорошие. Однако заменить их можно китайскими, уральскими и, как выяснилось, даже ярославскими аналогами.